Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город». Вы смотрите аналитическую программу «Время говорить». Сегодня подводим итоги уходящей недели. Тут у нас и строили, и сносить собирались, и начальственные получки корректировали, и разбойников-злодеев судили, ну и так далее, и так далее. Главная тема недели в кратком изложении сегодня таковы. Открытие мая в Рязани наконец-то открыт надземный пешеходный переход на Московском шоссе. Что думают горожане по поводу нового воздушного моста? Скромнее надо быть. Рязанский губернатор заявил, что муниципальные чиновники зарабатывают слишком уж много. Строится арбат в Рязани на улице Почтовой. Продолжаются работы по созданию целого культурного центра под открытым небом. Снесут или не снесут. Нахально торчащие незаконные здания в центре Рязани приговаривают уже в который раз. Но казнь все время откладывается. Ну что ж, пора начинать. И стартуем сегодня не из Рязани, а из Рыбновского Константинова, которое нам всем близко и дорого. Как же есенинские места. А вот некоторые так поэтические места эти возлюбили, что и домик там себе построили, и землица отсекли, особо никого не спрашивая при этом. Ну дело известно. И деньги до начальства. Вместе это большая созидательная сила. Правда, созидание идет главным образом в собственный кармашек. Да и то себе надо жене, детям, тещеньке любимой. Вот и пошли разбирательства по константиновским делам. Как известно, целая специальная рабочая группа действует. Даже недавно президент России интересовался, что там в есенинских местах такое строят и почему народ волнуется. На этой неделе в есенинском Константинове прошло очередное рабочее совещание, на котором вновь шла речь о вопросах охранных зон. Так, рязанский вице-губернатор Сергей Филимонов сообщил о том, что специально созданной рабочей группой привезена юридическая экспертиза всех нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми действуют эти зоны и сам музей. В соответствии с губернаторским поручением здесь должны быть проверены на предмет законности все стройплощадки и переводы земель сельхозназначения под жилую застройку, начиная с нулевых годов. На встрече был губернатор Олег Ковалев, который напомнил о том, что по решению суда должен быть снесен дом, построенный в охранной зоне. До 1 июля это дело должен обеспечить собственник, но если уж это сделано не будет, то, подчеркнул губернатор, необходимо принять самые радикальные меры. Тут к месту сообщить, что в Рыбновском райсуде на этой неделе началось рассмотрение гражданского дела по иску регионального Минкульта к гражданке Финяк о признании объекта самовольной застройки и его сносе за свой счет. Самострой, указывает министерство, расположен как раз в охранной зоне Государственного музея-заповедника Сергея нашего Александровича Есенина, так-то вот. И еще в этот четверг рязанский министр культуры Виталий Попов и директор Есенинского музея Борис Иогансон рассказали приехавшим в Константиновские места депутатам Госдумы, что так называемое достопримечательное место Есенинская Русь должно быть создано в родном селе Поэта до 1 октября этого года. Тут и нам, рязанцам, горожанам, к месту было бы припомнить обещанные судебными приставами не менее радикальные меры по отношению к малопривлекательной незаконной постройке в самом центре столицы области. Речь идет о злополучном строении по адресу Ленина, 22. Существует решение суда о сносе. Есть и обещание судебных приставов решить вопрос до начала мая. Стоит напомнить, что приговоренное незаконно рожденное здание навалилось на бывший поземельный банк образца второй половины позапрошлого века. Это на минуточку объект культурного наследия областного значения. Но вот стоит означенный незаконно рожденный уродец и до сей поры являет собой вызов всему нашему законодательству. На этой неделе судебные приставы провели брифинг по этой скандальной ситуации. Не вдаваясь во всем уже известные подробности, дадим резюме встречи с прессой начальства приставов. На сегодняшний день решением суда должнику предоставлена отсрочка до 1 сентября. Работы по сносу начинаются с 1 августа и в течение месяца объект будет снесен и вывезен, соответственно, строительный мусор. То есть опять зданица себе отсрочку как-то получила. Ну ладно, подождем. Но вот есть вопрос, на который вся Рязань ответить не может. А как же этот немалый домик вообще в центре города появился? Неужто здесь, где рядом и административные центры, и представительные власти, и чиновники всякого ранга ходят рядами и колоннами день-день сквозь? Да никто и не сообразил, что стройка-то незаконная. Уж, как говорится, пардон, но в вопросах строительства и землеотведения у нас любой клерк такая дока, что профессор позавидует. Ну, наверное, нашлись у гражданки, которая строила зданица, такие аргументы, что прошибли все законы федеральные и местные. Но ведь так не бывает, скажет прекрасно душный горожанин, потому что просто не может быть. Ну, тогда остается одна версия. Появление нежданной постройки в центре столицы области, самое вероятное и всех устраивающее. В соответствии с ней дело было примерно так. Еще про волшебства и деньги. На днях российский премьер Дмитрий Медведев поручил Министерству финансов подготовить предложение по сокращению каждого десятого госслужащего. То есть чиновников опять собираются тряхнуть на предмет их многочисленности. Премьер ждет предложений к первому июля. Причем сокращение касается как федерального начальства, так и местного. Чиновники бывалые в таких случаях лишь крепче вжимаются филейными частями тела в руководящую кожу кресел, а вот клерки рангом помельче бледнеют и начинают обзванивать более высокопоставленных благодетелей. Не подведи, отец наш, век буду благодарен. Да и есть за что дрожать. Денежные довольствия, например, у муниципальных начальников такое, что даже государственники головами крутят. Так, на вчерашнем заседании регионального правительства рязанский губернатор Олег Ковалев как-то даже несколько обескураженно сообщил, что, дескать, был им сигнал, что зарплаты в рязанской администрации и городской думе надо бы серьезно откорректировать. Вот что сказал глава региона. Я получил одно обращение, в котором, в общем-то, проводится, приводится анализ по уровню заработной платы руководства администрации Рязани и Рязанской городской думы. Я попросил проверить, дать мне сверку, значит, и по тем материалам, которые мне предоставили, он значительно превышает уровень не только госслужащих правительства Рязанской области, но и других областных центров Центрального федерального округа. Ну и в завершении некоторые цифры минувшего года. По подсчетам статистиков, зарплата госслужащих в стране за 9 месяцев выросла на 34,7%, а вот средняя зарплата простых россиян с начала 2013 года увеличилась на 12,8%. Назначением недели стало известие о новом начальнике Рязанского государственного университета. Дело было в четверг. В ходе заседания ректората участников ознакомили с приказом о возложении с 16 мая исполнения обязанности ректора РГУ имени Есенина на Алексея Зимина до утверждения ректора в установленном порядке. Новый руководитель молод, ему всего 37, в 99 окончил Рязанскую радиоакадемию по специальности экономикой управления на предприятии. Алексей Зимин, кандидат экономических наук, доцен. До последнего времени работал в должности первого проректора Рязанского радиотехнического университета. На этой неделе мы в очередной раз проверили, как идут работы на улице Почтовой в Рязани. Незаконные стойбища машин на Почтовой вроде бы и жит, а давние обещания городских властей, кажется, начинают воплощаться в жизнь. Ну почему мы говорим вроде бы и кажется, наверное, не надо объяснять. Много у нас бойко начиналось, а потом стремительно сдувалось. Может в этот раз хотя бы все наладится. Сейчас на улице Почтовой полным ходом идут подготовительные работы, после которых начнется реконструкция Рязанского арбата. Пока же рабочие снимают старую тротуарную плитку, выкапывают траншеи для установки фонарей и скамеек. Как вы считаете, вот вы как житель города, что должно здесь быть в плане благоустройства? Ну я думаю, что здесь должна быть пешеходная улица. То есть чисто для пешеходов. Кафе, там, магазины, всякие развлекательные там, учреждения. А вот с благоустройства. Плитка должна тротуарной держать, фонари, скамеечка, чтобы народ мог прийти посидеть? Ну конечно, да, обязательно плитка. Она, во-первых, делает красивее улицу, фонари, там, скамеечка, чтобы люди могли посидеть. Наконец-то у нас будет своя, ну как это, в Америке продвить, да? А у нас будет своя пешеходная замечательная улица. По задумке организаторов проекта, улица Почтовая после ремонта должна стать не просто пешеходной зоной, а именно визитной карточкой областного центра. Здесь будут собираться и отдыхать горожане и туристы. На этой неделе уже начата работа по устройству лотков, поребриков. Значит, и я так думаю, что уже на выходные дни увидим, как ведется укладка само тротуарной плитки. Это крупномерная плитка из Новороссийской. Надо отметить, что концепция реконструкции Почтовой взята еще с проекта советских времен. Новый же проект благоустройства разработан в апреле 2014 года. Выполнение всех работ в этом году, как обещают чиновники городской администрации, будут финансироваться за счет привлеченных внебюджетных средств. К сожалению, ни в прошлом, ни в этом году за счет бюджетных средств мы не могли эти работы выполнить, так как средства бюджета ограничены. И было принято решение осуществить за счет внебюджетных источников финансирования. То есть за счет тех инвесторов, которые, так сказать, бизнеса, который размещается на улице Почтовой и других участников и жителей города Рязани. Также на улице Почтовой должна появиться не только благоустроенная пешеходная зона, но и места, где смогут культурно отдохнуть горожане. Так планируется, что здесь разместятся музей фотографий и музей путешественников, а также центр современного творчества, в котором будут выставочные и концертные залы. На этой неделе в доме правительства заседала региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Речь, понятно, шла про пожары и профилактику ООНах. Да и не только. Может, кому-то и покажется, что начальство одно и то же вступит, толчет. Но это вряд ли. Не так давно, а именно в конце апреля, жутко погорела деревня Свеженькая в Шацком районе. Больше трех десятков строений заполыхали, одно с другим. А про десятый год и напоминать не надо. Так что пусть лучше заседают, чем на авось надеются. Держать руку на пульсе, а в случае разгильдяйства, и наказать для профилактики, чтобы другим неповадно было. Это все правильно. Также руководители решали, как уберечь рязанцев от, так сказать, летних заплывов в один конец. Тонут у нас немало. Тут виновата методика отдыха соотечественников. Выезд, гулянка, пьяные заплывы и далее печальные последствия. Но и оборудованных пляжей на водоемах не хватает. В общем, работать надо. Продолжает Оксана Тебенихина. В правительстве Рязанской области прошло селекторное совещание с главами муниципальных образований, на котором также присутствовали руководители областного управления МЧС. Главные темы дня – отчет по майским праздникам и подготовка к предстоящему открытию купального сезона. В первую очередь перед региональными начальниками отчитались сотрудники районных МЧС. За период проведения первомайских праздников с 1 по 11 мая в основном обстановка на территории Рязанской области была без серьезных осложнений и происшествий. В то же время, в связи с наступлением высокого класса пожарной опасности, в выходные и праздничные дни, в некоторых районах класс пожарной опасности уже был четвертый, отмечался рост количества пожаров в лесах области. Так, в период с 1 по 11 мая на территории области было зарегистрировано 4 лесных пожара. По мнению региональных руководителей, наилучшим стратегическим ходом в борьбе с нещадно ежегодной статистикой утонувших в необорудованных пляжами водоемах будет рост количества безопасных, проверенных мест для купания. В этом году их количество обещают увеличить. На учете ГИМС Рязанской области на сегодняшний день стоит 25 пляжей на учете. Причем 16 из них ведомственные, из них 11 в детских оздоровительных лагерях и 9, только 9, общедоступны. Значит, хотелось бы обратить внимание на то, что в соответствии с требованиями президента и о том, что только что сказал Сергей Владимирович, 11 муниципальных образований в этом году должны подготовить и открыть 11 дополнительных пляжей, которые позволят нам дойти до цифры 20, хотя стоит задача к 2015 году в каждом муниципальном образовании иметь не менее одного общедоступного пляжа. Значит, при выполнении в этом году этой задачи у нас будет 20 общедоступных пляжей. Вы смотрите аналитическую программу телекомпании «Город. Время говорит». Сегодня мы подводим некоторые итоги уходящей недели. Вот что будет во второй части программы. Открытие мая в Рязани. Наконец-то открыт надземный пешеходный переход на Московском шоссе. Что думают горожане по поводу нового воздушного моста? Сажают деревья депутаты и полицейские. В программе репортажи о том, как озеленяют столицы области. Неделя полицейских. Дайджест событий, связанных с криминальными проявлениями. Что было и чем закончилось. Продолжаем программу. Открытием недели, точнее декады, по-прежнему мы считаем введение в строй надземного перехода на Московском шоссе. Состоялась презентация в День Победы. Прибыло Рязанское начальство. Прошли первые пешеходы. Сегодня в программе мы напомним о том, как это было. Что на открытии говорилось и обещалось. А также дадим мнение рязанского народа, который уже несколько дней шагает по надземке. Как ему, народу-то? Новая воздушная дорога на Московском. Рассказывает Глеб Галушкин. Строительство надземного пешеходного перехода возле торгового центра «Премьер» началось еще осенью прошлого года. И на этой неделе состоялась торжественная церемония его открытия. Заместитель председателя правительства Рязанской области Шоукат Ахметов отметил, что открытие перехода – это серьезный шаг в развитии транспортной системы Рязани. Он уточнил, что надземный переход построен за счет инвесторов. Стоимость строительства составила более 58 миллионов рублей. Объявлен аукцион на право строительства этого моста. Опять-таки с инвесторами у нас есть договоренность о том, что город строит фундаменты моста, а инвестор строит пролетное строение металлическое. Должен получиться красивый мост у нас арочного типа. Новый переход длиной 50 метров и высотой 6 метров над проезжей частью оборудован эскалаторами. В дальнейшем планируется установить лифты. В зимнее время вестибюль первого этажа перехода будет отапливаться для удобства людей, ожидающих транспорт. Очень хорошо, очень хорошо. Да, прям прелесть. Мне приходилось здесь садиться, остановку проезжать, высаживаться, переходить. Ну это же все с сумками. Ну это очень удобно. Очень. Давно надо было так. То мы ходили на Барс, а сейчас как хорошо у нас здесь все. У нас такой приличный, в приличных городах. Кроме того, после открытия перехода остановка общественного транспорта напротив торгового центра стала более востребованной. Остановка функционирует в полном объеме. Сейчас еще, я знаю, что собственник планирует информационное табло разместить на противоположной стороне для удобства пассажиров. Уже есть лавочки имеются. В принципе, все соответствует нормам. В общем, надземный переход сделал подход к премьеру значительно удобнее. Теперь городским властям необходимо ускорить работу по строительству пешеходного моста через реку Павловку. Далее в нашем эфире информация от областного пенсионного фонда. Дело касается выплат ветеранам. Запись комментарий сделана на этой неделе. У нас очень большое внимание страны государств уделяется материальному обеспечению. Участие к Великой Отечественной войне, тем более ставших инвалидами как на войне, так и после трудового фронта. Также государство особо относится и к вдовам погибших, участникам Великой Отечественной войны, и которые впоследствии не вышли замуж. И эти вот граждане у нас особое пенсионное обеспечение. Они по сравнению с другой категорией наших граждан имеют право на получение двух пенсий. Как трудовую пенсию, если у них трудовой стаж был, и так называемую государственную пенсию по инвалидности. И сегодня средний размер пенсии участник Великой Отечественной войны, приравненных к ним граждан, она составляет более 33 тысячи рублей. Количество граждан, которые у нас имеют право на получение двух пенсий, сегодня в целом по области составляет чуть более 12 тысяч человек. Но среди них участников Великой Отечественной войны и инвалидов Великой Отечественной войны не более 3 тысяч человек. С 1 апреля, в которой у нас была индексация, мы индексировали обе пенсии, то есть в рамках того законодательства, который есть. То есть мы индексировали и трудовую пенсию, и пенсию по государственному обеспечению. В Рязани продолжается кампания по озеленению. Народ с лопатами и граблями, неся в руках, саженцы бодро идут к местам высадок. Люди у нас очень позитивно относятся к деревцам, а также к их появлению и обновлению. А потому собрать желающих на такое благое дело несложно. Главное, как всегда, организационное начало. Командование на себя берут народные избранники и не только руками водят, но и с лопатами управляются, делая как я. Хороший принцип, что и говорить. Репортаж Ирины Ковалевой из поселка Строитель продолжает программу. Место, надо сказать, с точки зрения экоситуации не самое лучшее, потому зеленые насаждения здесь надо только приветствовать. На несколько часов тихая улица под названием Поселковая превратилась в одно из самых оживленных мест поселка Строитель. Сюда начали подходить молодые волонтеры, местные жители, сотрудники ЖКО. С собой они несли саженцы кустов, деревьев и инвентарь для их посадки. Совсем скоро вдоль улицы появится аллея из кустов. Молодая зелень украсит и близлежащие дворы. Ну, знаете, у нас тополя очень давничные, с ними же страшно. Дети вот ходят, они ломкие, ломаются. Просили убрать старые тополя, срубили. Но вместо того, чтобы мы их срубили, нужно посадить что-то зеленое, чтобы строительным был зеленым. Он у нас обычно был зеленый. Сколько мы живем здесь, всегда был зеленый. Это, конечно, хорошо. И детям будет решать есть, и красиво будет. Именно местные жители стали инициаторами этой акции. А вот главным организатором выступил Андрей Балзунов, депутат Рязанской областной думы. Он не только руководил процессом посадки, но и лично, наравне с остальными, в ней участвовал. На протяжении уже как минимум трех лет, наверное, мы вместе с главным экологом, как мы ее зовем, Ольгой Николаевной Свинцовой, проводим всевозможные акции по посадке деревьев, кустарников, цветов. Помогаем, по крайней мере, в Октябрьском районе. Мы все это четко контролируем, смотрим потребности, особенно жителей, прежде всего сейчас, на сегодняшний день. Всего было высажено 100 кустов золотистой смородины и 20 саженцев клёна и ясеня. Андрей Балзунов отметил, что сегодня власти стараются делать все возможное для возвращения Рязани в число первых городов по количеству зеленых насаждений, как это было в советское время. Не забывают депутаты и о других проблемах, вверенных им округов. Так, в этом году на территории школы номер 49 заменили асфальтовое покрытие. Огромную организационную помощь оказал наш депутат Андрей Саныч Глазунов, который является другом школы. Мы к нему постоянно обращаемся по различным вопросам и ему удалось за это время решить не один вопрос положительный. В скором времени здесь планируется завершить смену асфальтового покрытия, ну а осенью, когда продолжится озеленение района, будет захвачена и территория 49-й школы. Рязанские следователи продолжают разбираться в обстоятельствах гибели 12-летнего мальчика в Рыбновском районе. Паренек каким-то образом умудрился залезть в трансформаторную будку и получил сильнейший удар током. Вот что нам рассказали на этой неделе в следственном управлении. Вечером 11 мая в Рыбновском районе при доставлении в больницу скончался 12-летний мальчик. По предварительным данным, ребенок, играя со своими сверстниками на улице деревни Большой Ижоково, решил открыть одну из запертых дверей трансформаторной будки. В результате данных действий малолетний был травмирован техническим электротоком. По данному факту, Рязанским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Но вот как быть с трансформаторами? И почему частенько на их дверях такие замки, что и ребенок откроет, а то и вовсе никаких замков? На эти вопросы пытаются отвечать во всех краях и землях Отечества, и нет ответа ни у кого. Но начальство всегда при документе, замок в наличии. Почему нет его в натуральном виде? Ну, разберемся. А ребятня использует будки в качестве игровых домиков. И вот чем это все заканчивается. От ударов током не то, что дети, медведи погибают. А в 2009-м 26-летний врач-травматолог из Брянска получил смертельный удар в 6000 вольт. Он почему-то взял, да и вошел в работу еще трансформаторную будку. Говорят, принимал участие в экстремальной игре. Продолжает тревожную криминальную тему Глеб Галушкин с дайджестом «Неделя полицейских». Во-первых, в областном суде рассматривалось дело об убийце, который в марте 2013 года зарезал женщину прямо в одной из церквей Ряжска. Напомним, весной прошлого года уроженец Дагестана Руслан Алигаджиев приехал в Ряжск. Здесь он сразу же отправился в местную церковь под благовидным предлогом почистить снег. После сделанной работы приезжий решил вроде бы помолиться. Ему открыла дверь служительницы церковной лавки, а зайдя внутрь почти сразу Алигаджиев ударил женщину ножом в живот. Далее забрал несколько цепочек, крестиков и скрылся. Однако полицейские довольно скоро его разыскали и задержали. Рязанский областной суд признал Руслана Алигаджиева виновным и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроками на два года, которые будут отбываться после отбытия основного наказания. В полном объеме также удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении материального и морального вреда. На этой неделе также вынесли вердикт по еще одному резонансному делу о двойном убийстве. Поссорившись с соседями по общежитию, некая Галина Воробьева взяла да и зарезала их. Причем ударив ножом мужчину и женщину изначально, агрессивная дама потом вернулась и добила несчастных. Суд приговорил Воробьеву Галину Владимировну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом А, в честь 2-й и 5-й и 5-й УКР и назначить ей наказание в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год с отбыванием наказания в колонии общего режима. У Воробьевой установлено эмоционально неустойчивое расстройство личности, импульсивного типа и пагубное употребление алкоголя. Имеющиеся у нее эмоционально воевые нарушения определили снижение самоконтроля и прогнозы последствий своих действий во время совершения инкриминируемого ей деяния. Еще на этой неделе рязанские полицейские вместе с учениками подшефных учебных заведений высадили молодые сосны недалеко от поселка Передельцы. А рязанские спасатели также для школьников в лагере Серебряные пруды проводили 17-е областные соревнования Школы безопасности. Команды школьников со всех районов области соревновались между собой в военно-прикладных видах спорта, физических упражнениях, а также в пожарно-прикладном спорте. На сегодня все. Хороших всем выходных и потом доброго понедельника. Увидимся, как обычно, в эфире программы «Время говорить» на городском. Редактор субтитров А.Семкин